всем привет сегодня видео про панорамную крышу на прошлом авто у меня на хавале панорамы не было покупал я без нее в связи с тем что была возможность во первых выбрать без панорамной крыши во вторых авто стоило на 1000 долларов дешевле в третьих но также не понимали мы надобность этого всего дела но одно было ясно что это прикольно больше как бы ничего сейчас авто с панорамной крышей и какие ощущения впечатления от того что она есть первое что я просто не помню что она есть второе даже если я помню что она есть я открываю шторку солнечная погода буквально пять секунд я шторку закрываю это наверное из того что ну как мои ощущения авто с панорамной крыши понятно что для водителя для переднего пассажира это не совсем как бы классно потому что но ты не видишь ничего ты сидишь смотрит вперед обозревать если что то это надо поворачивать понятно что это для задних пассажиров в основном и в основном это классно для детей давайте откроем кстати по открыванию есть моменты можно нажимать и удерживать до нужного вам открытия шторы можно сделать автоматическое открытие кстати пока штору не открыли смотрите в этом автомобиле китайцы исправили косяк свой но как это не знаю как не косяк может этому не хотели моду такую завести на прошлом поколении шторка была полупрозрачная то есть как марля солнце по-любому проходила в салон ну и соответственно салон больше нагревался в этом случае сделали группу глухую штору она не просвещается но она вот тоненькая но как обычно и наверное что и давайте вот проведем эксперимент на улице ядовитого жаркого солнца нету мы сидим в автомобиле температура 28 вот грубо говоря 29 градусов подношу я термопару которая бы реагирует быстро на изменение температуры к шторке и смотрите как растет температура то есть уже разница температуры есть те кто говорят что панорама не нагревает салон я вам скажу что панорама салон нагревает в любом случае потому что это темное тонированное стекло и на фоне белого автомобиля черный цвет знаете что солнце солнечные лучи притягивает больше смотрите как растет температура сейчас вышло солнце и как раз тот момент когда панорама нагревается и через штору передает тепло в салон подношу я просто к потолку сымитируем что вот просто потолок если бы был обычный ну и смотрите температура падает то есть панорама через сетку в любом случае нагревает салон и это один из минусов панорамной крыши понятно если штору открыть то температура будет еще больше нажимаю один раз отпускаю так один раз продолжительно и второй раз кратко штора открывается полностью автоматически до конца вы можете ее остановить нажатием клавиши до нужного вам открытия ну и смотрите ну тонированное стекло сами рамки панорамы также металлические и тоже черные ну и температура вот пошла расти очень интенсивно очень быстро это дураку понятно если бы был потолок сплошной здесь еще какая-то лежит войлочная подкладка то температура так не передавалась салон и это вот доказано вот или экспериментальным путем какой второй минус я лично заметил в видео по минусам автомобиля я вам рассказывал что данное авто показалось мне шумнее но не мог я определить на тот момент из-за чего но показалось между шумки как бы меньше в этом авто китайские производители пол заложили но такого быть не может в прошлом авто не так много было шумки в это авто они также такое же количество шумоизоляции заложили панорама панорамная крыша стекло шумоизоляция уже не то и в автомобиль больше проникает шумов шумов если бы это был потолок сплошной шумов бы было бы меньше поэтому еще один минус панорамы вы будете больше слушать слышать в автомобиле окружающую среду чем это был бы автомобиль без панорамы ну и какой основной еще минус это механизм лишний механизм вашем авто за которым нужно ухаживать уплотнители различные резинки хорошо пока это новое все нужно каждый раз проходить ну раз пару раз в сезон в межсезонье силиконовой смазкой также смазывать элементы там где это все движется там где это все вращается так сказать ну и чистить желоба различные отливы то есть процесс целый процесс ухода за панорамной крышей имеется в дальнейшем когда буду делать ей так сказать то такое то возможно вам покажу кто что знает по этому поводу кто пользуется кто активный пользователь по авто с панорамной крышей пишите пожалуйста в комментариях все ваши полезные советы по этому поводу в хавале ставят панорамную крышу вебаста производитель вебаста но как бы неплохие наверно неплохая контора зарекомендовала себя хорошо в дальнейшем будем видеть давайте откроем люк но это один из плюсов наверно когда люк можно открывать на проветривание случае если авто долго простояла на солнце вы можете открыть и весь теплый воздух выгнать наверх на улицу таким образом проветрить быстро автомобиль здесь вот сетка идет ну как как обычно это все в панорамных крышах современных люк очень большой наверное мы его вот второй раз до открыли за за все время вообще же говорю я забываю что у меня авто с панорамой вот сейчас ради видео я вам показываю его и открываю также можно автоматически это все дело закрывать кстати датчик дождя настроен так что если пойдет дождь автоматически вас при открыто осталась панорама она автоматически закроется дождь пошел датчик дал команду крыша закрылась не знаю насчет шторки возможно и шторка закроется или же вы можете раз и два один длинный другой краткий краткое нажатие люк закрывается ну и также длинное и краткое нажатие шторка задвигается сто процентов прикольней с панорамой смотрится авто такая себе игрушка такая себе возможность создать большее освещение в автомобиле наверно ночью на звезды прикольно смотри наверное в хорошо освещенном городе если вы любите кататься авто на автомобиле по ночам такие себе ночные прогулки устраивать также наверное прикольно открыть штору и будет свет попадать вам в салон от фонарей от освещенной улице насчет того насколько теряется в жесткости кузов автомобиля с панорамной крышей тут я не специалист прошу вас написать по этому поводу комментарий оставить теряется жесткость кузова или же нет поэтому вот такие моменты с панорамой высказал свое мнение а вы пишите в комментариях свое мнение что вы думаете по этому поводу а пока она мне никаких неудобств не приносит поэтому что она есть для меня что нету ну как бы вот так а на сегодня все подписывайтесь на канал в инстаграм подпишитесь ну и в группу в нашу в телеграме также подписывайтесь много интересной информации может для кого-то будет полезно обсуждаем эти автомобили и все что с ними связано всем удачи и до следующих видео и и и и